Всем привет! Интересно вам, на что способны вот такие вот два интересные топора от Гербер и от Ганзо и вот такой вот карманный ручной маленький топорик от Гербер? Если да, смотрите ролик до конца. Приятного просмотра! Сегодня рассмотрим два новых топора от Гербер, которые попали ко мне на тест, и один топор от Ганзо, которым я пользуюсь уже около полутора лет. Вообще топор нужная вещь в каждом доме, и в любом мужчине будет приятен такой подарок. Но топоры бывают разные, есть такие, которыми только дрова колоть, есть компактные, чуть ли не карманные, а есть и универсальные, которые подойдут для почти любой работы, в которой нужен топор. Для начала рассмотрим средний топор Гербер Фрискейп Хэтчет. Он похож на топор от Ганзо, но по размерам немного больше, да и по функционалу лучше. Фрискейп Хэтчет сделан максимально удобным для использования на природе. Это прочный и достаточно мощный топор, который все же является довольно легким. В комплект к нему входит чехол для лезвия, делающий транспортировку этого топора полностью безопасным. С его помощью вы легко заготовите небольшое количество дров. Длина топора составляет 44 сантиметра, поэтому замах будет мощным и эффективным. Лезвие топора изготовлено из кованой стали, отлично выдерживает большие нагрузки. Выбранный для топора металл не ржавеет, не будет крошиться, и длительное время держит качественную заточку. К тому же его поверхность дополнительно защищена от коррозии слоем специального покрытия, который придает металлу матовый темный цвет. Рукоятка Фрискейп Хэтчет изготовлена из современного композита, стеклонаполненного нейлона. Он очень легкий, но по прочности не уступает металлу. К концу рукоятка заметно расширяется, благодаря чему топор не может случайно вылететь из рук. Помимо того, в него можно придеть темляк, для этого сделано специальное небольшое отверстие. Весит такой инструмент всего 924 грамма, и им очень удобно рубить и колоть деревья как одной рукой, так и двумя. Поскольку топор данной модели предназначен для полевого использования, он оснащен защитой для лезвия в виде небольшого пластикового чехла. Эта деталь позволит вам возить Фрискейп Хэтчет среди прочего снаряжения, не опасаясь, что топор его повредит или же повредится сам. Второй топорик намного меньше в размерах, но также очень интересен. Для кого-то, возможно, даже больше, чем первый. Топор Gerber Bear Grylls Hatchet – компактный топорик, появившийся в результате коллективной работы компании Gerber с популярным телеведущим Bear Grylls. Модель, благодаря компактным размерам и легкому весу, станет незаменимым инструментом в походе, позволив в считанные минуты справиться с древесиной любой твердости. Впрочем, применение топорику найдется и в повседневном обиходе, к примеру, на дачном участке. Топорище и головка топора представляют собой единое целое, благодаря чему повышается прочность всего изделия. Изготовлен топорик из нержавеющей стали 3SR13MOV, придающий ему прочности и антикоррозийные свойства. Несмотря на свои небольшие габариты, топорик довольно мощный. Длина рубящей кромки 89 мм, а толщина по обоху 6-35 мм. Топорик можно использовать также в качестве молотка, например, для забивания клиньев при установке палатки. Рукоятка, представляющая собой накладки, изготовлена из легкого полипропилена и имеет эргономичную форму, что дает возможность комфортно и безопасно удерживать инструмент в процессе работы даже в мокрую погоду. Кроме этого, в верхней части топорища сделаны специальные выемки для пальцев, позволяющие держать баланс при использовании инструмента. На конце топорища имеется отверстие для темляка и при наличии последнего, это обеспечивает дополнительную страховку при работе. Для транспортировки в комплекте к топорику идет нейлоновый защитный чехол. Работать топориком очень удобно, он хорошо лежит в руке, легок и прост в использовании, так как рука от него не устает при рубке веток. Конечно, для рубки дров он не очень подходит, так как легок, но для рубки веток и мелкой древесины самое то. Но если вдруг вам нужно будет перерубить небольшое деревцо или толстую ветку, то такое задание вам точно будет по зубам. Срубите толстую ветку, не скажу, что быстро, но без проблем. Быстро покажу вам интересный аккумулятор, а потом вы увидите наглядное сравнение в рубке тремя топорами. Недавно я показывал вам фонарик с пачку спичек. Он мега крутецкий, я ношу его вместе с ключами и очень доволен его работой, так как он маленький, легкий, но довольно мощный. Работает он у меня от батарейки SR123A. Она дорогая, как для батарейки, и постоянно покупать их не дело. И я заказал спецаккумулятор, предназначенный для подобных фонарей. Это аккумулятор 16340 от Fenix, обладающий неплохим уровнем емкости, защитой от различных негативных факторов и способный заряжаться как от классического зарядного устройства, так и с помощью USB кабеля. Номинальная емкость данной модели составляет 700 мАч, что будет вполне достаточно для длительной работы небольшого налобного или ручного фонаря. К тому же производитель заявляет, что элемент питания сохранит работоспособность даже после 500 полных цифров зарядки от 0 до 100%. А зарядить данный аккумулятор можно как с помощью USB порта, от практически любого совместимого источника питания, так и от зарядных устройств. Если вы используете простые батарейки типа SR123A, то задумайтесь над покупкой такого аккума и со временем попросту сэкономите деньги на батарейках. Что же касается топоров, то они все классные и неплохие, но у топора от Ганза почему-то образовались небольшие сколы на лезвии. Он рубит так же хорошо, но по факту есть такой нюанс. Я думаю, что сталь, которая использовалась для изготовления топора, была крупнозернистая, из-за этого образовались такие сколы. В топорах от Гербер такого не должно быть, так как сталь у топоров другая и лучшая. У маленького топорика сталь мягкая, и если вы случайно попадете по металлу, то лезвие не будет откалываться, а только гнуться. И после заточки его можно будет восстановить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так показали себя топоры в работе. Я доволен, если вы умеете управляться топором лучше меня, то вы получите кучу удовольствия при работе с ними. Топоры от Гербер могу рекомендовать. Кстати, большой топор разработан и выпущен с известной фирмой Fiskars, а это очень серьезный показатель, так как фирма по топорам известная. Как вам сегодняшние инструменты? Какой из топоров вам понравился больше всего? Пишите об этом в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Спасибо всем, кто ставит лайк, и скорее подписывайся на канал, если не подписан, а также жми на колокольчик, чтобы получать оповещения про новые ролики вовремя. Дальше будет еще много интересного и полезного. С наступающим вас Новым Годом! Всех с праздниками! Будьте здоровы и счастливы! И пока-пока!